добрый день уважаемые участники вебинара добрый день те кто смотрит нас записи наш сегодняшний вебинар университетская библиотека онлайн для библиотекаря а этот вебинар входит в нашу обязательную линейку продуктовых вебинаров компании директ медиа мы его проводим немножко реже чем вебинар для конечных пользователей эбс но он тоже важен и он служит для того чтобы работники библиотеки которые имеют дело с нашей эбс понимали бы функционал библиотеки не только тот который предоставляется всем участникам студентам преподавателям и другим но и тот который есть у так называемого корневого пользователя и для того чтобы понять что это такое давайте сначала поговорим собственно о пользователях о ролях доступа или уровнях доступа которые есть у нас в бс ну на самом деле у нас есть большее количество ролей доступа или уровне доступа но вот с точки зрения вуза ну какие еще есть на самом деле еще есть доступы для авторов специальные еще есть доступы для глобальных администраторов со стороны нас но для вуза это не так важно для вуза важно что есть внутри вуза есть четыре типа ролей или четыре типа уровня доступа самый главный из них администратор или корневой пользователь мы же его же мы будем называть библиотекарем в данном случае библиотекарь это не должность ваша в библиотеке дан а это ваша роль внутри нашей эбс корневой пользователь обладает всей полнотой власти административной внутри вашего вуза по настройки по настройки контента по настройки настройки пользователей внутри вашего вуза по получению информации статистической информации ну и некоторые другие тоже моменты следующий вид уровня доступа это преподаватель и с ними же с ним же сродный уровень доступа абонент организации это тот же тот же преподаватель только не имеющий некоторых учебных функций он имеет промежуточный промежуточные права между корневым пользователем и студентом ну и наконец студент роль с наименьшими правами но наибольшее с точки зрения важности то есть мы создаем и без именно для того чтобы студенты к нам ходили они кто-то другой вот ну и сегодня мы будем говорить о тех функциях которые доступны корневому пользователям библиотекарем для того чтобы воспользоваться вашими правами вам надо перейти в личный кабинет в личном кабинете да ну понятно что все остальные права вам тоже доступны через меню точно так же как у преподавателя у студента эти права тоже у вас есть что касается личных ваших прав как корневого пользователя в справа в правом верхнем углу есть такой маленький треугольничек острием вниз направленный нажимая на него вы переходите в свой личный кабинет и в этом личном кабинете есть ряд вкладок и есть ряд есть ряд горизонтальных вкладок и есть у каждой из этих вкладок есть ряд пунктов меню которые вызывают конкретную контракт конкретный функционал основной функционал библиотекаря находится на вкладках мой вуз и статистика ну две вкладочки тут статистика и статистика опер они мы поговорим отдельно и первое что у вас появляется дмитрий необходимо чтобы ваш вуз был подписан на бс дело в том что и бс это корпоративная электронная библиотека и она предполагает участие в некой организации которые путем корпоративной подписки подписана на нашу бс индивидуальная подписка у нас в бс не предусмотрена вот ну то есть вам если вы индивидуал вам надо каким-то образом может быть договориться с каким-то вузом не знаю вот как дальше сохранить возможность пользования ну наверное вам надо договориться с вашей библиотекой чтобы они вас хотя бы временно не вычеркивали из списков списков часть из не удаляли из 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 списков участников бс но я вижу только такой вот только такой момент ну конечно еще один момент возможно если вы переходите в какую структуру которая сама по себе на работу заинтересована нашей бс то можно как-то попытаться их подписать на этот наш ресурс например мы на нас подписаны много публичных библиотек некоторые учебные центры и так далее да кстати спасибо за мне почему-то это в голову не пришло хотя это должно было сразу прийти многие публичные библиотеки на нас подписаны поэтому можете просто записаться ближайшую такую библиотеку и пользоваться дальше наша библиотека мне даже самому неудобно что мне сразу в голову не пришло такое решение итак первая вкладка на как на которую попадаете по умолчанию как библиотека это вкладка мой вуз и на ней высвечивается меню о вузе здесь корневой пользователь может и даже это мы очень рекомендуем создать структуру вуза то есть во первых описать свой вуз поместить там его логотип но это не самое главное конечно а создать структуру вуза в том смысле что перенести сюда информацию о том как построены ваши факультеты кафедры какие у вас есть преподаватели именно с ролью преподавателей в нашей системе и как группы студентов какие группы студентов существуют это можно перенести как правило просто из erp вашей вашего вуза то есть из корпоративного корпоративной программы вашего вуза вот либо попросить наших администраторов сделать это прислав в общем виде но например в виде excel таблицы эту информацию на далее мы рассмотрим вот такие вот возможности кабинета библиотекаря работа с пользователями показатели bs показатели книгообеспеченности работа с записями rusmark работа с недоступным контентом или с отказами в терминологии библиотеки доступ к статистике контента и интеграции с различными видами lms ленинг менеджмент систем это система дистанционного обучения да спасибо вот в гпнтб точно есть совершенно верно и так работа с пользователями или работа с контингентом как я уже говорил выше разные виды пользователя в библиотеке электронной библиотеки имеют разные права и этих пользователей каким-то образом надо добавить в бс самый простейший способ в начале подписки вы просто отправляете списки пользователей нашим администратором и они их заводят наш наш бс под теми правами которые вы им присвоили кто-то корневой пользователь кто-то студент кто-то преподаватель но однако же часто возникает необходимость добавить пользователей убрать каких-то пользователей изменить их роли или еще совершить какие-то другие мероприятия с пользователями для этого есть специальный функционал да вот если мы вернемся вот сюда вы увидите что вот тут есть вкладка пользователя вот после нажатия на не вкладка прошу прощения а список пункт меню пользователя вертикальном меню вот после нажатия на него вы попадаете вот такой интерфейс где можете во первых искать пользователей в этой табличке можете ранжировать пользователей можете менять им тип добавлять пользователя и так далее добавлять и да ну удалять пользователя очень просто просто нажатием на вот крестик в конце рядом с фамилией добавлять можно по одному да здесь можно искать налагать некоторые фильтры с тем чтобы вот этот список пользователя он как правило в вузе достаточно большой да как минимум несколько сотен здесь обычно а то и несколько тысяч пользователей по моему поэтому поиск и фильтрация это достаточно необходимая вещь вот а также можете делать следующие вещи можете регистрировать дополнительных пользователей и при этом выпадает вот такая вот форма где вы должны заполнить фамилию имя mail 1 выбрать тип профиля преподаватель студент пользователя организации ну и регистрировать его это самый простой вариант когда вам надо зарегистрировать единичного пользователя или небольшое количество пользователей также есть возможность обновить импортировать таблицей при нажатии на кнопочку инструкцию вываливается вам вот такая пример таблички экселевской которые вы должны заполнить это не только пример который выпадает вам на экране но и пример который можно скачать прямо на компьютер вот и есть два вида табличек 1 для шаблонов табличек 1 для того чтобы заводить совершенно новых пользователей вот вот эта табличка для обновления данных это если вам надо обновить логины пароли уже существующих людей ну и таблица для совершенно новых введения новых пользователей таблицей то есть если у вас например ну когда это может быть нужно например начало учебного года появились новые первокурсники и кого-то надо удалить кого-то новых добавить вот вы этих новых и в этой таблице и оформляйте а вот это конечно гораздо быстрее чем делать это с путем добавления по одному показатели bs это следующий пункт когда-то этот пункт был очень очень прямо важен потому что показатели bs нормировались в нормативных документов были прописаны параметры bs которые должны были соблюдаться такого уже давно нет но чисто для информации это эта информация продолжает быть важной для ваших внутренних потребностей для сравнения различных и бс для того чтобы делать отчетную информацию и так далее какие здесь параметры есть есть параметры базовые которые не отображаются числами это просто возможности возможности доступа через интернет в любое время суток и года ну и некоторые другие возможности которые ранее были прописаны в приказе и есть численные параметры которые да там везде стоит да в этих не численных параметрах а более больше интерес представляет показатели bs численные это объем фонда общий объем фонда количество учебных пособий за последние 10 лет это вот то что продолжает нормироваться количество учебно-методической литературы количество научных монографий количество научной литературы количество изданий художественной литературы это не нормируется но тоже может быть интересно количество справит справочной литературы количество представленных в бс издательств выпускающих издания используемые в образовательном процессе высших учебных заведений за последние 10 лет общее количество журнальных выпусков и количество наименований ваковских журналов вот но и еще до каждую эту информацию эту информацию можно уточнить нажав на кнопочку скачать да и тогда у вас появляется общая информация о том файликса со списком того что здесь видит цифр представлена вот есть еще один пункт это разбивка учебной литературы по угсм укрепленным группам направление специальности направлений подготовки вот их тоже можно открыть все сразу либо открыть по по кодам у гсн и скачать информацию по конкретному коду который вас интересует только единственное тут надо немножко подождать если у вас если вы например хотите сказать скачать общий фонда вам придется наверное несколько минут подождать пока этот excel файл станет доступна да вот так вот выглядит когда мы откроем нажимаем на кнопочку открыть дальше вот идут коды google sm и можно скачать информацию по каждому из этих кодов или потому который вам интересен либо книга обеспеченность книга обеспеченность отдельно они я говорить не буду потому что у нас по этой теме мы как правило проводим отдельный вебинар вот вот последний вебинар проводил у нас наш руководитель отдела разработки артем захватаев про сервис книга обеспеченности ну или можете посмотреть на нашем канале на ютюбе по просто по по слову книга обеспеченность вывалится много вебинаров многие из них вел я лично вот там это достаточно уже старый сервис там мало что изменилось за последнее время но с другой стороны говорить о нем целый вебинар надо то есть это минут на 40 история вот поэтому я вас призываю если вас интересует этот вопрос обратиться к источнику который я тут привел русмарк вы можете получить информацию об отдельных разделах отдельных изданиях и так далее в формате русмарк то есть формате доступном для передачи в систему абис вашу систему абис а вот для этого вам надо войти давайте я еще раз нарисую где это будет все в той же вкладке мой вуз в в пункте меню русмарк и здесь откроется вот такой вот пункт вот такой вот экранчик где вам предложить выбрать либо разделы нашей abs либо выбрать отдельно приобретенные коллекции издательские коллекции вот далее вы переходите вниз экрана и выбираете формат вывода доступны четыре формата iso windows 12 51 iso iso to f8 то есть боль более новый формат юникодовский текстовый формат или формат xml а это формат в котором будет будут даваться записи с точки зрения формата файла вы можете выбрать формат русмарк или формат марк 21 а также отдельно формат ирбиса вот и также вы можете выбрать либо все записи одним файлом либо блоками по 100 записи у нас когда-то здесь еще была возможность выбрать по одному файлу но это при неправильном употреблении если вы выбираете большой объем информации и по одному файлу у вас просто может переполниться ваш каталог отдельными файликами которых вы потом с трудом будете ориентироваться поэтому мы убрали эту возможность блок по 100 по 1000 записи это вполне нормальный хороший файл а ну какие тут форматы интересно да если вы впервые этот импорт осуществляете лучше всего воспользоваться для начала форматом текстовым тем чтобы глазами посмотреть все ли хорошо и все ли поля так представляется как есть если не изменяет память мы тут поддерживаем 9 полей русмарка ну это основные поля которые в общем описывают литературу вот если вам нужно уже работать с abyss то ваш выбор скорее всего будет iso utf 8 вот а если вы хотите работать с интеграцией то есть через какой-то программный продукт созданные вашими айтишниками то скорее всего это будет формат xml после того как вы нажимаете кнопку загрузить у вас на компьютер отправляется соответствующий файл или файлы вы также можете в при помощи этого аппарата выгрузить сведения только о том контенте который который пришел за какое-то время однако это функция она у нас мы в последнее время мы реализовали функцию обновления контента которые находятся в доступе не только библиотекаря но и преподавателя и находится она так вот здесь я показал это нет вот так да находится прямо в общее общем меню доступ туда обычный не через личный кабинет и вот эта функция обновления контента в ней вы можете задать период за который вы хотите посмотреть обновление это любой период может быть не обязательно до сегодняшнего дня может быть какой-то период за например за за август прошлого года вот вы получаете информацию об обновлении контента далее вы ее можете еще отфильтровать по вот этим нашим стандартным фильтром если там слишком много информации а далее у нас есть стандартная кнопка которая называется выберите действия это контекстная кнопка которая появляется всегда вместе с каким-то контентом или с каким-то списком контента и здесь есть пункт скачать список книг в русмарк вот и после нажатия на нее вы получаете соответствующий файл уже в не в своем личном кабинете а прямо в меню нашей бс информация о недоступном контенте с чем это связано связано это с тем что объемы бс и объем и бс у конкретного вуза они всегда отличаются вуз не всегда покупает полный объем и бс часто это отдельные блоки либо не все коллекции издательские ну и так далее часть контента находится в недоступном есть ну то есть он не до находится в бс но не не в доступности вуза однако при определенном при определенной настройки пользователя эту настройку может сделать сам пользователь при поиске либо при использовании каталога эта информация той литературе которая есть в бс но недоступна она становится доступна для поиска и для подбора вот и вот когда студент или преподаватель мухи или библиотека видит такую литературу и ищет ее то и нажимает на кнопку показать то есть читать то появляется некий небольшой текстом по моему три страницы или что-то вроде этого вот и а в бс уходит информация о том что произошел отказ ну то есть появился недоступный контент почему эта информация важна для библиотекаря если на определенный контент много отказов приходит это означает что его в вашем вузе ищут но доступа к нему нет и эта информация для вас о том как поступать при последующей подписке может быть вам надо приобрести какую-то издательскую коллекцию которые у вас нет а вот вашим студентам или вашим преподавателям она очень важно вот так выводится информация о недоступном контенте есть не только список этой литературы но и количество отказов соответственно вот здесь вы видите если где-то количество отказов велико можете принимать соответствующее решение здесь вы тоже можете задать информацию о начале и конце периода когда вас это интересует ну скажем так вас может не интересовать информация за весь период вашей подписки а вас интересует только второй семестр тогда устанавливаете здесь второй семестр и смотрите какие отказы у вас присутствовали в бс эту информацию также можно скачать в виде экселевского файла а вот при помощи кнопки скачать а кнопка показать показывает эту информацию на экране статистика у нас существует несколько видов статистики тут есть некоторая такая незавершенность у нас есть статистика которая всегда у нас отображалась и еще один вид статистики в которой мы со временем перейдем эта статистика pr она немножко по-другому сформулирована скажем так давайте пока поговорим о статистике стандартной вот какие тут есть возможности 4 4 вкладки и одна вкладка которая о которой вам говорить не буду она оставлена нами для совместимости с прошлыми версиями нашей бс когда у нас мы не только показывали книги для чтения ну и позволяли их скачивать в закодированном варианте ну это эта форма не прижилась у нас вот и поэтому у вас скорее всего это вкладка работать не будет остальные четыре вкладки они рабочие и самую большую информацию можно получить через вкладку просмотренные ресурсы это вкладка ориентированная на контент которая говорит о том какой контент как был востребован какими какими аккаунтами какими видами аккаунтов то есть преподавателями есть и или студентами и при необходимости вы даже можете посмотреть какие аккаунты какие страницы просматривали при подробном рассмотре здесь вы тоже можете задать начало периода и конец периода это могут любые начало периода или конец периода вот можете выиграть да можете показать то есть вот произвести вот это вот действие можете выгрузить и там тогда там появится либо подробная самая подробная информация включая страницы либо если идем флажок краткая сводная форма без информации о страницах просмотренных вот такой достаточно объемный документ получается который вам дальше вы можете по-разному использовать вот здесь вот показано что там дальше информация продолжается она как правило достаточно большая вот следующий вид статистики это а прошу прощения этот тот же вид статистики если мы вот здесь вот нажимаем на кнопочку подробнее то получаем еще вот такую информацию разделах книг ниже вот о том какие разделы как просмотрены я поправлюсь без всякого без всякого нажатия на эту кнопку просто внизу экрана появляется вот такая вот информация но до него надо еще донать домотать так дальше статистика посещений это статистика агрегированная по пользователям и здесь можно посмотреть как посещали эбс ваши пользователи пользователи все поделены на свои роли вот здесь вы можете посмотреть корневых пользователей как они ходили посещали эбс как преподаватели посещали эбс и как студенты посещали эбс здесь вы также можете задать начало и конец периода любые вы также можете задать диапазон группировки есть два диапазона группировки по месячные и по понедельный вот в данном случае включен по месяцам диапазон группировки и вы видите что да вот тут вот от начала августа до конца до начала сентября и вот тут информация практически о августе ну и об одном дне сентября и если вы здесь опять расшифровываете информации то вы видите что преподаватели такие-то ходили в августе вот 49 раз в сентябре четыре раза ну и что это забыли за преподавателя данном случае это скриншот из нашей тестовой эбс поэтому тут наши собственные сотрудники вот преподаватель константин николаевич костюк 52 раза зашел преподаватель анна губарева один раз зашла сентябре вот такая вот информация ту же информация вы можете посмотреть по студентам если необходимо можете посмотреть на вплоть до конкретного студента кто как посещал ну либо оценить вообще по цифре посещаемости как студенты в определенном месяце или в определенную неделю посещали нашу эбс самая простой статистика это рейтинг издательств сколько из какие издательства вообще книги каких издательств вообще были запрошены и сколько раз ну и вот они располагаются ранжировано от самого большого по самое мало тоже поэтому можно принять решение о том какое издательство если у вас конечно куплены отдельные издательские коллекции можно принять решение что вам надо что вам не надо и эту информацию тоже можно получить по периоду определенному сначала периода и по конец наконец можно также получить информацию правда в отличие от остальных видов статистики только в виде excel файла а я возможно забыл сказать что всю информацию о статистике можно не только на экране получить но и скачать разумеется это статистика стандарта каунтер который создан специально чтобы каким-то образом примирить разные типы статистики которые используют разные электронные библиотеки он формализует и стандартиза стандартизует виды статистики по которым вы можете получать информацию и если у вас есть возможность получать информацию в формате каунтер из разных электронных библиотек то у вас есть возможность и сравнивать их потому что иначе может получиться что даже похожие и одинаково называющиеся пункты статистики будут освещены по разному то есть и эти цифры будут означать совсем разные вот что касается каунтера вот здесь во вкладке статистика представлен формат каунтера четвертое поколение а но есть возможность получить отчет по стандарту каунтер в более поздней версии каунтера каунтер 5 для этого надо зайти во вкладку статистика апр выбрать вид отчета тут пять видов отчета и выгрузить это в excel но на самом деле эта статистика да и вообще сам каунтер его статистика скорее создана для того чтобы она была машина читаема а не для того чтобы смотреть глазами вот поэтому предусмотрена такая возможность видите вот тут есть кнопка ключ когда вы на нее нажимаете попадаете вот такой вот экранчик где хранится ключ и информация о том как его использовать если у вас внедрена внедрено программное обеспечение основанная на api которая называется суши вот через него можно делать красивую визуализацию и отображение этой статистической информации в виде понятных понятные понятные визуализации понятные понятных численных параметров вот поэтому этот ключ это не для того чтобы посмотреть глазами а для того чтобы передать в определенное программное обеспечение и уже через него имеет доступ к нашей эбэс для того чтобы черпать из нее статистику а в в идеальном случае не только у нас а черпать статистику из всех эбэс которые поддерживают counter 5 и потом иметь возможность сравнивать и делать сравнить сравнение и выводы из этих сравнений а ну и последний пункт о котором я хотел бы рассказать этот пункт возможно не совсем для корневых пользователей точнее корневым пользователям это надо знать а осуществлять такую интеграцию должны скорее айти работники и администраторы ваших лмс то есть системы дистанционного обучения одной или нескольких я не знаю сколько у вас реализовано очень часто бывает в вузе реализована lms model и для нее у нас есть отдельный способ самый простой способ интеграции сейчас я об этом расскажу тоже длин для интеграции нашей бс с практически любой лмс у нас реализована api то есть программное средство при помощи которого можно организовать связь между двумя различными программными продуктами как это сделано рассказано вот здесь здесь достаточно подробная информация можете по этой ссылке перейти я только напоминаю что ссылки размещенные в вебинарной системе они не работают но вы имеете возможность сейчас скачать информацию скачать презентацию и в этой скаченной презентации эти ссылки будут нормально функционировать и может вы сможете перейти эта информация о нашем api как вызывать определенные функции для того чтобы связать с вашей лмс но наиболее просто интеграция осуществляется с мудлом вот для этого надо установить всего лишь установить два плагина эта работа доступная любому админу мудла вот и делается соответственно в с правами администратора мудла вот два плагина один из них позволяет осуществлять бесшовный вход из сдо в вбс и наоборот из бс сдо то есть не надо заново вводить логин и пароль а второй он ставится поверх первого и требует наличие первого это плагин который позволяет вставлять издание из бс в курсы создаваемые в мудле эту операцию можно делать уже не администратору а любой преподаватель который мудле создает свой курс после того как в вашем мудле будет установлен этот плагин получает возможность связи с нашей с нашей бс выглядит это примерно так да во первых опять же вот ссылки по которым вы получаете точнее не вы а ваш админ может получить исчерпывающую информацию о том как поставить 1 1 1 плагин вот ссылка на то как он может поставить второй плагин я специально не заостряю здесь внимание это информация для того для передачи тому человеку который будет это в мудле делать вот ну и вот собственно как это все работает в тот момент когда преподаватель работает со своим курсом он делает это последовательной вставкой различных видов контента различные виды контента вставляется при помощи вот такого вот экрана на котором есть ряд внутренних мудлов ских элементов таких как там анкета там чат форум файл изображение и так далее вот пакет 100 скоро ну много разных возможностей а так вот в этом списке появляется новый новый элемент который можно добавить книга из бс университетская библиотека онлайн а при нажатии на эту кнопочку появляется поисковая строка которая уже связана через наш плагин cbs и этой поисковой строкой можно найти книжку в нашей бс ну зная название это легко сделать понятно что в момент вставки преподаватель уже должен точно знать какую книжку он хочет ставить да поэтому название авторов он знает так что он при помощи поиска легко найдет эту книгу и книга вставится как элемент в курс что будет означать что в тот курс можно строить на основе чужих книжек при этом авторские права сохраняются потому что данная возможность существует только в узи который является подписчиком и бс и при листании этой бс сохраняется информация о том какие какая книжка вызвана какие листы используются какие страницы были запрошены и так далее таким образом правообладатель не теряет информацию о использовании своей книги даже если она использована не на напрямую в бс а через lms moodle ну